Доброго времени суток, уважаемые телезрители, посетители сайта Нокта. Представляем вам очередной раунд дебатов Табуа Раса, дебатов с участием молодёжи. На этот раз не только молодёжи из Гигугзи, но и молодёжи из славного города Бендарь, который находится на Днестре. Напомню, в дебатах Табуа Раса вы определяете победителя и того, кто выйдет в следующий раунд по результатам этой встречи. Сегодня у нас встречаются два молодых человека, как я сказал, славного города Бендары. Это Юрий Копейкин и Владимир Дудин. По итогам этого раунда вы сможете проголосовать за того или иного участника и вы определите, кто пройдёт следующий тур, то есть в 1-4 финала. Сегодня мы говорим о дебатируем, или наши участники дебатируют на тему того, является ли миграция молодёжи проблемой для развития страны или наоборот создаёт дополнительные возможности. О том, какие мысли и соображения у них на эту тему, мы узнаем в результате сегодняшних дебатов. Перед тем, как представить наших участников более подробно по той схеме, по которой я даю обычно. Хочу напомнить, что правила игры, то есть у вас будет по пять минут для приветственного слова, презентации вашей программы, после чего будет раунд перекрёстных вопросов друг к другу и вопросов от меня. И завершаем мы всё заключительным словом, опять же по пять минут, где вы сможете резюмировать основные мысли, которые вы высказали в результате сегодняшнего раунда дебатов. Итак, готов представить вам сегодняшних участников более подробно, для того, чтобы вы понимали, кто сегодня у нас в студии и что эти ребята из себя представляют. Итак, Юрий Копейкин, студент, 22 года, город Бендер. Политики, которые вдохновляют или политик, который вдохновляет Юрия Копейкина. Оказывается, Юрия никто не вдохновляет. Юрий живёт по христианскому принципу, не создай себе кумира. Девиз, которым Юрий пришёл сегодня на наши дебаты, это следующая фраза. Патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Очень соответствует тому, что Юрия никто не вдохновляет. Почему Юрий принял решение участвовать в дебатах того раза? Юрий участвует в дебатах того раза, потому что он считает хорошей возможностью развивать свои навыки в дебатах и дискуссиях. Они, в свою очередь, являются неотъемлемой частью дипломатии, а дипломатия ключ к решению многих проблем общества. Так считает Юрий. Второй участник сегодняшних дебатов – это Владимир Дудин, бизнес-тренер, 23 года, город Бендере. Политик, который вдохновляет Владимира Дудина – это Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер, к слову сказать, вдохновляет очень многих участников дебатов в таблу раса. Девиз, которым пришел Владимир участвовать в дебатах того раса – это выражение Платона. Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих. Отличная фраза. Я считаю ее девизом и проблемой бичом современного общества, республики Молдова. Молодые, умные люди не лезут в политику и поэтому открывают дорогу более глупым и не совсем компетентным. Девиз, вернее нет, почему Владимир принял решение участвовать в дебатах таблу раса. Владимир считает, что всякое «мы» складывается из отдельных «я». Всякий, кто не желает слышать отдельное «я», не сможет понять и «мы». Участие в дебатах таблу раса – отличная возможность услышать разные «я». И если политика – это искусство возможного компромисса, то это великолепный шанс сделать из множества «я» осмысленное «мы». В общем, я не знаю, что вы поняли, кроме «я» и «мы», но звучит красиво. Итак, еще раз напомню, правила следующие. По 5 минут на приветственное слово, раунд перекрестных вопросов и вопросов от модератора и в заключении по 5 минут у каждого будет на завершающее и заключительное слово. Юрий, поскольку я представил вас первым, вам начинать сегодняшний балл. Итак, здравствуйте еще раз. Наша тема – это «Миграция молодежи за рубеж. Проблема или возможность для развития страны?». Так, в целом, для начала хотелось отметить, что миграция в целом как явление не является отрицательным или положительным моментом. Миграция сама по себе есть индикатор жизнеспособности государства, если хотите. В той или иной степени миграция будет существовать всегда. Однако, если миграция, особенно молодежи, достаточно высока, это скорее говорит о том, что в государстве как минимум существует упадок целого ряда институтов, таких как образование, трудоустройство, социальная защита, здравоохранение. Если эти институты не приводить в порядок, они приводят к еще большему упадку государства, что приводит, соответственно, к еще большей миграции. Такой получается замкнутый круг. Если разбирать плюсы и минусы миграции, к минусам скорее бы можно отнести высокий ток трудового населения, это в частности касается именно молодежи, что старение наций в результате образовывается. Как следствие, регресс в развитии во многих сферах и последовательно, опять же таки, увеличение миграции за рубеж. То есть, на лицо мы видим такой замкнутый круг, из которого со временем, с годами выбираться все сложнее и сложнее. Из плюсов же, плюсов скорее больше индивидуальных, чем общественных. Это возможность получения квалифицированного образования, реализация себя как личности, более высокий доход, например. Государство, как правило, состоит из индивидов, из общества индивидов, если так уж. То есть интересы индивидов в данном случае будут первичны. Если государства, государственные институты не способны удовлетворять те или иные интересы индивиду, то вполне логично, что индивиды последуют в другие страны, в другие общества для удовлетворения своих интересов. Зачастую такой выход оказывается для них намного проще, чем бороться с неэффективной системой в собственной стране. Это действительно несколько печальная тенденция. И в таком аспекте можно говорить о том, что миграция, именно высокий уровень миграции, особенно молодежи, крайне негативно сказывается в целом на развитии самого государства. Что ж, однако, если так уж говорить, является ли это вообще в целом проблемой на самом-то деле? Ну хорошо, если государство не способно удовлетворять интересы индивидов, зачем такое государство нам нужно? Возможно, есть государство получше, возможно, стоит поехать там и найти себя там. Однако, если все будут руководствоваться такой логикой, то прекрасно, допустим, 5 миллиардов населения Земли из семьи уедут в одну страну, мы получим перенаселение, в то время как другие страны будут приземать в нищете. Ну тоже не самая замечательная статистика получится у нас. В этом аспекте имеет смысл предложить развитие своих местных сообществ силами самих индивидов. Ведь, по сути дела, если вы не прикладываете усилий для того, чтобы ваши интересы соблюдали, способствовали вашему развитию, то с чего вы взяли, что переезжая в другое место, ситуация как-то изменится. Да, ситуация в целом в масштабном плане измениться не может, в данном случае, скорее всего. И здесь я бы хотел сказать о том, что в государстве в таком случае, особенно если рассматривать Молдову, да, то мы имеем ситуацию, когда такие перспективные сектора, которые бы поспособствовали удержанию молодежи в этой стране, как, например, тот же образование, трудоустройство, социальная защита, здравоохранение, финансируются довольно слабо. Вот на примере рассмотрим три министерства. Это Министерство сельского хозяйства, регионального развития окружающей среды, Министерство образования, культуры и исследований, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. В 2018 году из бюджета, из общего бюджета Республики Молдова на совокупные средства на эти три министерства были выделены примерно 17% от всего бюджета. Ну, чтобы вы понимали, весь бюджет составлял где-то чуть более 40 миллиардов леев. Что такое 17%? Это ничто, по сути, делать. Вот. И как при таком финансировании можно говорить о том, чтобы молодежь оставалась в стране, получала какое-то образование, попыталась как-то устраиваться на работу, если сами аспекты-то не финансируются особо? Нет возможностей. Здесь же, опять-таки, получается замкнутый круг из того, что молодые люди, когда видят подобные отношения, у них возникает, скажем, социальная апатия, социальная, политическая апатия. Они перестают видеть смысл в том, вкладывать свои усилия в эту страну. И как мы можем разорвать эту систему? Здесь необходимо взаимодействие как сверху вниз, так и снизу вверх, чтобы вы понимали. То есть от власти к народу и от народа к власти. От народа к власти здесь имеется в виду то, что люди должны развивать именно местное самоуправление, свои какие-то частные инициативы, требовать от государства выполнения своих обязательств, требовать большей открытости, отчетности. Ваши пять минут закончите вашу мысль. Государство, в свою очередь, должно больше обращать внимание на социальные институты, способствующие удержанию молодежи в стране. Спасибо, Юрий. Владимир? Да. Ваши пять минут. Спасибо большое. Прежде чем я приступлю к озвучиванию своей позиции, хотелось бы дать несколько комментариев на то, что было озвучено достопочтенным джентльменам напротив. Было сказано, что миграция является фактором жизнеспособности государства и что миграция в общем и целом является, большие показатели миграции в общем и целом являются скорее факторами упадка, чем расцвета этого самого государства. К сожалению, я не могу в полной мере согласиться с этими тезисами, сразу с двумя, поскольку обладаю иной информацией, которая в ином ракурсе подает эти явления. И сейчас я перейду к озвучиванию этой информации. Основными причинами миграции в среде молодежи являются, как правило, общественные, культурные, психологические и финансовые факторы. Прежде всего, факторы трудоустройства и культуры. Обычно молодежь сталкивается с двумя проблемами, когда выходит в свет из образовательных учреждений. Первое, ее не хотят брать на работу, без опыта работы, а получить она его не может, потому что их не берут на работу, замкнутый труп действительно. А во-вторых, это фактор культурной жизни, когда молодежь не находит возможностей для развлечений, не находит возможностей для культурного обогащения, ей недостаточно тех средств, возможностей и мест, которые предоставляются обществом сегодня. В этой связи у них появляется мотивация подумать о том, чтобы найти и реализовать эти свои потребности в каком-то другом месте. Например, существует понятие внутренней миграции, когда миграция происходит в территории одного государства. Так молодежь из малых населенных пунктов перебирается в большие города, находя там больше возможностей для самореализации. Те же, кто живет уже в больших городах, доходит до какого-то предела, либо просто не видит направления для развития, думают о том, что было бы неплохо поехать в другую страну. В сущности, когда молодежь поступает так, когда она покидает территорию страны, мы лишаемся рабочей силы в наиболее высокопродуктивном возрасте. То есть это в целом от 18 до 35 лет. Конечно, есть исключения, но в целом статистика такова. Примечательность этих людей заключается в том, что они либо только окончили высшие учебные заведения и выходят на рынок труда, либо имеют небольшой опыт, который нельзя расценивать как внушительный, основательный и дающий им огромное конкурентное преимущество. Когда они уезжают, среди плюсов миграции, я расширю немножко список данных моим коллегой, сказано, что среди плюсов, ну, во-первых, они отправляют денежные средства домой. То есть когда они куда-то уезжают, часть средств, которые они зарабатывают, они перенаправляют в семьях. Чтобы было понятно, с января по ноябрь 2018 года общая сумма переводов в Республику Молдова составила 1 миллиард 170 миллионов долларов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Они приобретают профессиональные навыки. Это здорово, потому что они задействованы в тех сферах, которые здесь не реализуются, спрос на которых здесь низкий. Они приобретают опыт, и не только рабочий, это жизненный опыт прекрасный, который они могут дальше экстраполировать и применять здесь на местах. Они приобретают качественное образование, о чем было сказано. И нужно отметить, что это образование является более профилированным, более содержательным и более полезным. Ну и, наконец, они приобретают устойчивые связи за рубежом. То есть у них появляются знакомые, друзья, коллеги, с которыми они могут этим опытом обмениваться, среди которых могут искать решение тех или иных проблем. Был у вас мой коллега спрашивал, является ли иммиграция вообще проблемой. Да, несомненно. Ребята, которые уезжают за рубеж, во-первых, рискуют здоровьем. Мы все знаем истории, когда их лишают, к счастью, редко документов, заставляют заниматься проституцией и прочими неприятными вещами. У нас вследствие того, что денежные средства сюда поступают, снижается производство и увеличивается импорт. Поскольку общий потребительский уровень растет, и местный рынок уже не способен его удовлетворять, приходится импортировать из-за рубежа. А это значит, у нас не развивается местный бизнес. Не всегда находит применение своим профессиональным навыкам, потому что рынок может быть недоразвит до степени их квалификации. Они не всегда оказываются востребованы, и их опыт тоже. И, наконец, у них, когда они возвращаются, бывает такая проблема, что они сталкиваются с низкими социальными лифтами, с низкой свободой. Да, у них есть качество, таланты, способности, но, допустим, пропускная способность очень невысока. Что я предлагаю сделать? Во-первых, наше государство, насколько я знаю, не выработало политического подхода к проблеме миграции, особенно интеллектуальной. Рост числа мигрантов с высшим образованием не контролируется. То есть государство не сформировало критерии учета этих людей, не оценивает ни прямые, ни косвенные убытки из бюджета, связанные с миграцией этих людей. Это должно проводиться на самом высшем уровне и очень-очень досконально. Необходимо ввести вот такую политику учета. Необходимо минимизировать эти траты по возможности, переложив их либо на плечи налогоплательщиков, что нежелательно, либо использовать различные... Ваши пять минут, закончите быстро. ...различные фонды, различные грантовые системы и прочие иные социальные факторы. Спасибо большое, господа, за ваше вступительное слово. Я, честно говоря, не совсем разобрался, в чем видите, кто из вас видит в этом проблему, кто из вас видит в этом преимущество, но я думаю, в результате, в рамках следующего раунда перегрёжных вопросов у меня будет возможность это выяснить. Юрий, у Вас есть возможность задать вопрос Владимиру относительно его программы, пожалуйста. Какие конкретные первые шаги вы предприняли в рамках этой программы? Какие я бы предпринял? Самые первые конкретные шаги. Первое, нам нужно ввести учет того, какие средства, по каким статьям и по каким причинам теряет государственный бюджет из-за миграции. Такой политики пока не ведется. Второе, нам необходимо стимулировать приток интеллектуальных ресурсов через создание среды для их профессиональной интеграции. То есть нам нужно развивать местные рынки. Я согласен с вами в пункте о том, что нужно развивать местные сообщества. Сомневаюсь, что у нас с вами одинаковый подход к этому вопросу, но сама постановка целей очень корректная, очень правильная и мне кажется совершенно важной и востребованной. Ну и, наконец, нам необходимо развивать местный трудовой рынок. То есть нужно развивать местные сообщества, формировать на них рынки спроса, рынки сбыта и рынки предоставления услуг и таким образом интегрировать и профессионалов, и включать туда молодежь для получения первоначального опыта, чтобы облегчить им трудоустройство на местах. Ваш вопрос? Да, меня интересует не последовательность действий, а набор конкретных мер, которые вы подразумеваете под инициативами снизу. Что люди на сегодняшний день могут и должны делать для развития, точнее, для удержания молодежи на местах? Если говорить о движении снизу, то это в первую очередь развитие собственного гражданского правосознания или сознания, если хотите так уж. То есть люди должны более внимательно относиться к тому, к таким вещам, как, например, распределение государственного бюджета, распределение местных бюджетов, куда эти деньги идут, на что они финансируются, почему именно на эти цели. То есть государства, они должны требовать от государственных властей, от местных властей, чтобы более внятно и четко обосновывалась позиция распределения тех или иных финансовых средств. Потому что это, в принципе, напрямую влияет на развитие институтов гражданского общества, на развитие социальных институтов. Вы также сказали, что миграция — это вопрос индивидуальных интересов, и ценность индивидуума стоит выше коллективной. Если так, и мы понимаем, что молодежь уезжает, почему я должен волновать вопросы траты бюджета, если она даже не проживает на территории этой страны? Я не совсем так сказал. Вот, во-первых, я сказал, что государство в первую очередь состоит из индивидов в отдельности. И поэтому их интересы первичны. Собственно, почему их должны интересовать подобные аспекты? Потому что, приезжая в другую страну, они в первую очередь являются именно иммигрантами в этой стране, а не собственными гражданами. И в зависимости от места, куда они поедут, есть вероятность, что интересы коренного населения будут учитываться выше интересов приезжих, скажем так, чего явно не будет в их собственной стране. Это не отменяет вторую часть вопроса. Почему эти граждан должны интересовать распределение и траты бюджета, если они не живут на территории этой страны? А почему они не живут на территории страны? Может, потому что, извините, не очень качественное распределение этих ресурсов и им где-то что-то не достает, поэтому они решают уезжать? Ну, хорошо. Следую вашей логике. Государство должно интересовать, волновать, государство должно волновать интересы каждого индивида. Если интерес индивида уехать, должно ли государство этому препятствовать? Как я уже сказал, миграция в той или иной степени будет существовать всегда. Вопрос в том, в какой степени. И если мы говорим, например, о миграции молодежи по причинам того, что в данном государстве, например, в Молдовии не могут реализовать себя профессионально, если говорить о каких-то узких специализациях, ну, вроде, скажем, физиком, ядерщиком молодого точно работать не будете, то понятно, что не уедут в другую страну, где не смогут себя реализовать. Но если мы говорим о распространенных рабочих даже профессиях, например, например, вы хотите работать строителем, но в Молдовии платят, допустим, гораздо дешевле, чем в какой-нибудь стране Европы, то вот это не совсем нормальный уже фактор. И именно такие факторы способствуют более высокому оттоку населения, а не частные случаи. Вы в миграции видите больше позитивного или негативного? То есть вы расцениваете миграцию как возможность для государства или как проблема для ее развития? Проблема для государства, возможность для индивиду, скажем так. Если мы говорим о государстве, тогда проблема. Об обществе? Если говорить о коллективе, да, то большой уровень миграции это скорее проблема для развития общества. Владимир, вы в миграции видите возможность развития общества или проблем нужно понимать что каждая проблема это возможно для развития я не вижу здесь никакого противоречия вопрос идет о временных промежутках конечно здесь и сейчас когда мы оцениваем ситуацию это является большой проблемой потому что большая часть населения находится за пределами страны но когда мы смотрим на результирующий эффект того что происходит когда эти молодые люди уже возвращаются уже начинает трудовую деятельность здесь мы видим что и качество их работы и качество их мышления и подход к политической и общественной деятельности оказываются существенно более высокими чем у тех людей кто не покидал страну и в этом я вижу плюс то есть долгосрочные перспективы увидите пружина общее сам для государства вопрос владимиру если имеется собственно как этот плюс будет выражаться в дальнейшем вот люди уехали люди трудоустроили за рубежом каким образом это будет плюсом для страны как я уже говорил дело в том что люди которые уже за рубеж и зарабатывают большие деньги там это является одной из целью их отъезда пересылает их сюда это повышает общий потребительский спрос населения это повышает их привычность качеству жизни и как следствие ведет за собой социальное развитие если мы говорим о социальном развитии то рано или поздно так или иначе у населения появляется запрос на участие в политической жизни если это так а это в общем то так мы понимаем что постепенно граждане страны начинают требовать в том числе и от представительских органов которые не забирают политические институты во первых большие открытости во вторых большие ответственности а в третьих исполнение тех обещаний которые они в общем то дают своему населению во время предвыборных кампаний эта практика она наблюдалась развитие и в европе наблюдается сегодня постепенно начинает реализовываться и у нас да возможно мы не можем говорить о каких-то быстро растущих темпах но так или иначе мы можем отметить факты с ним сложно спорить за последние 20 лет политическая культура улучшилась разительно то есть вы серьезно видите прямую взаимосвязь между отчислениями иммигрантов из-за рубежа в страну и ростом политической активности в этой стране нет я вижу прямую взаимосвязь между повышением качества уровня жизни и соответственно повышением качества политической жизни хорошо если вы не рассматривать например пример молдовы любого другого государства третьего зира и поговорить по моему про молдову ну хорошо допустим молодого молдова или хорошо алжир например не давайте хорошо давай же говорим про нашу вот вы уезжаете есть выбор был на примере уже до на примере алжира молодого на примере ажио алжира представим что молдова находит северной африке вот и перечислить из северной африке работать в германию вы отчисляете деньги к себе на родину и так делают еще тысячи ваших соотечественников и так далее но как мы видим ни одна такая страна не достигла особого развития за последние 20-30 лет я не готов заниматься софистикой в этой студии поэтому давайте говорить о молдове я вижу прямую взаимосвязь между тем как молодые люди уехавшие на заработки допустим в страны европейского союза приезжают с другим культурным сознанием с другим уровнем ответственности и с другим подходом к реализации своей деятельности на территории этой страны они заражают этими идеями и своих друзей из своих родственников и у меня есть несколько личных примеров такого взаимодействия не говорите о статистических примерах непосредственно ну хорошо насколько эти примеры репрезентативны для того чтобы способствовать развитию насколько эта масса критично для того чтобы обеспечить то самое развитие еще один вопрос я бы хотел его задать вам хорошо люди которые высылают деньги сейчас есть очень много примеров когда люди мигрировавшие допустим 10 лет назад это была экономическая миграция да они уехали для того чтобы кормить свою семью здесь но спустя 10 лет у них в этой стране больше никого не осталось они своих детей забрали туда родители либо забрали сюда либо они боженными служили бы них уже нет живых то есть у них практически больше нет необходимости высылать сюда деньги то есть долгосрочные долгосрочные перспективы это на самом деле очень серьезная проблема то есть эти люди больше не вкладывают в развитие экономики этой страны и эти люди сюда уже однозначно не вернутся как решать эту проблему долгосрочную перспективу вы задали в общем то два вопроса давайте начнем с последнего тут важно понимать каковы данные статистики сколько каково процентное соотношение людей которые остаются на постоянное место жительства вместо куда они мигрировали а каково количество тех кто возвращается и нужно отметить и к счастью это действительно так подавляющее большинство людей в процентном соотношении их гораздо больше тех кто возвращается нежели те кто остается на постоянное место жительства в стране своего временного пребывания например наверное не все знают но существует такое постановление правительства номер 655 от 8 сентября еще одиннадцатого года она называется подтверждение национальной стратегии в области миграции и убежища и она действует с 2011 по 2020 год и вот цель этой стратегии окажется обеспечение эффективного управления миграционными процессами для устойчивого развития страны уменьшение нежелательных посредств последствий миграции снижение уровня нерегулируемой миграции проведения национальных политик в соответствии с европейскими стандартами нужно отметить что по общим оценкам реализации этой стратегии хотя она еще не закончилась и мы не можем судить окончательно уже получает оценки выше ожидаемого мы понимаем что предпринят целый комплекс мер начиная с информирования людей за рубежом о происходящих изменениях в молдове о том как и где они могут себя применить и заканчивая непосредственно реальными шагами в законодательстве на в реализации законодатель на местных уровнях вплоть до конкретных населенных пунктов целого комплекса мер которые позволяют улучшить качество жизни людей и повысить их готовность вернуться то есть придать смысл для возвращения на родину конечно эту политику нельзя назвать идеальной было бы это так у нас не существовало бы сейчас пространство для общения но поскольку мы здесь собрались мы можем дать себе четкое понимание что действия которые уже предприняты могут быть дополнены нашими действиями и ключевой вопрос на мой взгляд на сегодня заключается в том какими должны быть эти действия то есть они должны быть во-первых понятными а во-вторых эффективными вопрос к вам даст еще попытаюсь быть адвокатом владимира вот есть очень много областей и на самом деле молдова молдавского очень молодой у нас нет опыта демократического управления у нас нет опыта в области того же экономического развития и так и качество знаний которые получаются здесь внутри республики молдова я думаю что их недостаточно для того чтобы сдвинуть с мертвой точки скажем так экономическое развитие страны как в этом случае если вы говорите что миграция эта проблема по его словам миграция это возможность обогатиться опытом знаниями и так далее как если скажем так сократить сокращая уровень миграции как восполнить недостаток опыта недостаток знаний которых так нуждаются молдавской экономикой молдавской общества можно препятствовать не только скорее не столько оттоку населения страны сколько его возвращение обратно то есть если молодые люди едут получать образование за рубеж нужно создавать такую социальную среду при которой эти самые молодые люди будут заинтересованы возвращение на родину с теми знаниями которые не получили там потому что уезжая допустим например в россии или в европу учиться они получают высшее там образование и зачастую не имея там гражданство им все же проблем не устроиться на работа чем если бы это было бы в собственной стране то есть государство данном случае должно обеспечить назовем это преференциями да в сфере трудоустройства для лиц получающих образование за рубежом то есть если вы более квалифицированы у вас более квалифицированное образование то по идее когда вы возвращаетесь на родину вам должно быть более проще поступить на работу будь то государственные учреждения или частные компании и особенно кстати это было бы интересно делать в сфере самого опять же таки образования то есть получая образование там вы можете получать приезжать на родину устраиваться на работу образовательную среду там университет и в школу например и уже свой опыт который вы получаете за рубежом переносить на систему образования внутри страны но для этого опять же таки нужно заинтересовывать таких людей заинтересовывать можно опять же таки достаточными заработными платами хотя бы хорошо только и заработная плата является или детства так рабочих мест является причиной того что люди не возвращают нет не только заработную плату что еще социальная защита социальные гарантии еще что вы же в европу видите уровень даже ческой стабильности даже если так скалки даже сейчас перед рождественскими новогодними праздниками вам где удобнее приятнее гулять по улицам в каком-нибудь милой старой деревушке в австрии в германии или бендерах не бендеря по привычнее я не был милой старой деревушке в австрии поэтому не могу объективно судить та же ситуация в общем то есть вас просто нет опыта да ну конкретно милой деревушке в австрии опыт и ну хорошо в больших городах то есть из того что вы видите по телевизору насколько они лучше украшены как я и говорил это культурный фактор то есть я в самом начале своего выступления уже отмечал что одним из и это серьезный фактор одной из причин отъезда молодежи является недостаток культурной жизни который в сущности легко восполняется одной из предложенных номер а именно местным развитием то есть когда на уровне местных общин поднимается культурный уровень возрождаются различные традиции перенимаются и адаптируются традиции других стран все это делается быстро легко огромных финансовых средств и вложений не требует для этого достаточно консолидировал чтобы политики на местах консолидировали общество и предложили им такую идею в общем то нужно отметить что шаги в этом направлении сегодня уже делаются при поддержке европейского союза господа предлагаем задать по последним вопросу друг другу если они имеются после чего предлагаю перейти к заключительному слову да меня интересует каковы прогнозы реализации вашей политики на ближайшие скажем 10 лет и за счет каких средств эти прогнозы могут быть достигнуты за счет средств перераспределения бюджета я считаю что основная проблема здесь заключается в том что именно финансовое распределение бюджета недостаточно эффективно она не совсем логично даже его так сказал если говорить ближайшей перспективе 10 лет если политики все же обратят на это внимание и на то как все-таки более рационально распределять и денежные средства то здесь и лет можно добиться если небольших то хотя бы более-менее значимых успехов этой сфере спасибо собственно по поводу вашей стратегии стратегии вашего развить за сколько мне интересен временной промежуток примерно когда можно будет снизить уровень оттока молодежи и страны да хотя бы более-менее приемлемо что вы подразумеваете под хотя бы более-менее приемлемый такой уровень который бы не нанесил вред экономики строков этот уровень достаточный чтобы давайте говорить о более конкретных показателях хорошо отвечать на максимально абстрактный вопрос я понимаю для того чтобы были трудовые ресурсы внутри стороны чтобы экономика не нуждалась закупках извне поставках извне чтобы она могла сама воспроизводить то что она может воспроизводить здесь исходя из существующих ресурсов здесь важно понимать что в принципе такой ситуации на сегодняшний день не существует потому что мы находимся в в таком явлении кто называется интегрированная экономика так или иначе все страны торгуют друг друг с другом существует продовольствие там товарственный и наконец оборот услуг мы не можем сказать что такого в принципе никогда не будет это первое второе нужно отметить должность что трудовые ресурсы в стране есть их немало этот факт что молодежь отказываются брать на работу из-за отсутствия опыта говорит как раз о том что потенциальным работодателям есть из чего выбирать потому что противном случае не выбрали молодежь несмотря на то что взятие такого специалиста без опыта отходится дороже но раз есть из кого грязни трудовые ресурсы есть и в достаточном количестве чтобы этот выбор у работодателей оставался то есть я не вижу здесь той проблемы на которую намекаете вы если говорить о конкретных сроках и изменениях которые могут быть заметны человеку не занимающимся допустим анализом социальных процессов да то есть обывателем например я считаю что за 10 лет реализации комплексной стратегии которая уже была принята хотя еще не закончена реализоваться мы уже заметили отличные меры и отличные результаты то что я предлагаю реализуется в течение пяти лет и за пять лет мы сможем увидеть серьезное развитие местных сообществ которые способны привлекать в том числе и туристов из как и внутренних туристов так и внешних это способно задействовать в том числе и молодые кадры которым это может быть интересно полезно здорово и приятно которые могут получив опыт на западе опыт организации в том числе и таких направлений переводить его сюда и коммерциализировать то есть делать на этом деньги спасибо господа я благодарю вас за этот раунд перекрестных вопросов предлагаю перейти к раунду заключительного слова юрий вы были первым вам что ж хотелось бы отметить в первую очередь что все таки я бы хотел ожидать большие консолидации между обществом как собранием граждан и правительством этих граждан для разрешения данной проблемы все таки и все таки мне очень интересно посмотреть на то световое будущее которое вы рисуете через пять лет одесса на действительно заводится потому что тогда всего лишь каких-то пять лет ничего не значащих могут очень многое изменить для нашей страны спасибо не соглашусь с тем что 5 лет ничего не значит это большой срок особенно если смотреть на жизни конкретных людей пять лет это действительно очень много тем не менее когда мы говорим о стратегии предложенной мной мы говорим прежде всего о местном развитии о привлечении и удержании людей на местах где они могут реализовывать собственный творческий потенциал где не могут заниматься делом которое им интересно где они могут зарабатывать деньги существенно больше чем это происходит сегодня реализация этой программы конечно же как отметил мой оппонент требует консолидации сил разумеется как на местном уровне так и на уровне государственном это понятно но это консолидация в принципе является демократической нормой она является с целью не только в миграционной политике в развитии общества вообще в какой бы конкретной политики каком бы конкретном направлении мы с вами не говорили вместе с тем важно понимать что миграция как таковая не является исключительным злом или исключительным добром она внесет конечно в себе некоторые негативные контексты но вместе с тем она способна приносить и позитивные наши с вами задачи сегодня заключается в том чтобы из сложившейся ситуации которая существует по факту хотя и меняется к лучшему выжать максимум пользы сделать так чтобы тот недостаток о котором мы сегодня говорили стал нашим достоинством чтобы он послужил нам на пользу и чтобы он смог приносить нам и ресурсы новые и новый опыт и новые рабочие места и наконец в общем поднимал наш уровень жизни я выступаю именно за это и к этому призываю всех людей кто нас смотрит спасибо я благодарю за этот раунд дебатов табло-раса борьба нашим телезрителям и те кто нас смотрит что победителей дебатах того раз определяете вы путем голосования на страничке информационного портала ногта в фейсбуке голосование будет доступно сразу же после окончания этого эфира предлагаю вас быть более активными и проголосовать за одного из сегодняшних участников за ту программу действий которые были ими предложены следите за новостями проекта табло-раса на страничке ногта в фейсбуке увидимся в следующем раунде через неделю оставайтесь с нами